приветствую вас на канале вот такой к нам в работу попал nissan leaf за и один жалоба клиента что автомобиль при движении просто может какой-то момент резко остановиться и подключил компьютер почитал ошибки ошибок в системе было много сейчас все ошибки удалял ошибок нету но есть ошибки по давлению в колесах но это не на это не влияет а вот по инвертору были ошибки что неисправность инвертора неисправность всего прочего даже после удаления ошибок сейчас катаюсь ошибки не появляются но смущает другое что идет очень сильный шум при движении и настолько сильный что страшно даже разгоняться вот если продиагностировать можно подумать что затирают колодки колодки ручника там или колодки просто по ржавым диском но проблема в том что этот шум меняется в зависимости от того как педаль газа нажимаю либо вот чуть сильнее нажимаю звук сильный бросаю в момент рекуперации тоже сильный нот какой-то момент этот шум пропадает то есть это не явно не колодки при этом если рулем право-лево вращать меняется нагрузка на колеса шум не меняется абсолютно то есть у нас явная проблема что у нас есть дефект в редукторе не знаю почему человека не смущал сильный шум редукторе но все сильный шум при движении а смущало только то что машина резко останавливается так вот причина резких остановок автомобиля не исключено что есть уже подклинивание самого редуктора такой час аккуратненько вернусь обратно в бокс подниму машину на подъемник и посмотрю что у нас редуктором не исключено что у нас в редукторе уже и масло нету многие меня ругают за то что не говорю про бег да иногда сильно забываю потому что пробег не сильно важен для ремонта поэтому иногда этот момент не отмечаю но на данный момент пробег у нас сорок три тысячи четыреста пятьдесят километров пока ехал назад и выскочила ошибка сервисе в систем как раз пропал шум вернее он уменьшился он тоже есть но он уменьшился и автомобиль выбила в нейтралку так сейчас нужно будет прочитать опять ошибки и автомобиль нас не едет не хочет включаться передача и не едет и у нас все заглох так что у нас за ошибки здесь так вот какие у нас ошибки появились двигатель электропривода ошибочная функция я машина 1 инвертор нарушения функции блок управления электропривода нарушения функции гибрида электромобиль блок управления приводом неисправность устройство управления усилителя тормозного привода общая неисправность электро гидравлический тормоз нарушения функции так в общем вот такие вот у нас ошибки и сейчас надо будет сейчас перезагружу автомобиль и буду заниматься тогда анализом вот этих вот ошибок p317 ap 32 49 в общем буду пытаться добраться обратно в бокс потому что машинка у нас заглохла так и запускаться она у нас не хочет после удаления ошибок автомобиль у нас опять запустился и сейчас доеду до места да в редукторе совсем печалька совсем печалька там что-то развалилась и связано ли одно с другим пока тяжело сказать наверное для начала проверю уровень масла посидишь там так добра зараз проверим масло ривен маслом с маслом чистую емкость солью ее но масла здесь нету в редукторе вообще и ежик на магните масло здесь ну чтоб ты понимал сейчас солью посмотришь только вопрос то что не видно чтобы было течь масло снаружи да и вот такой вот ежик ты так спускаешься вот это и весь объем масла не подумал что эти обману и вот что здесь что-то трав масло золотой пульбом ну смотри на самом деле есть и смысл цари какой здесь какая стружка ну то все равно треба залить масло чтобы у нас зараз себе клиенту позвоню скажу ему в чем ну редко проблема ну давай зальем масло да и что типа зальем масло ну чтобы машина хотя бы могла там не знаю там типа на эвакуатор заехать и типа если что если что типа если надо будет ну окей а он как сюда своим ходом ехал просто я выехал здесь вообще невозможно вы ладно окей давай тогда масло вот так вот пригнанный автомобиль не знают куда вы привезли но он еще даже не на номерах и масло в редукторе вот такой вот объем сумасшедший ну то есть полное отсутствие масла и автомобиль этот еще как-то ехал и не видно чтобы здесь это масло сливалось куда она делась остается вопросом и теперь есть еще проблема по мотору непонятно что с мотором по идее здесь они отделены друг от друга ну не по идее вернее отделены это как отдельный редуктор и мотор с редуктора масло если будет вытекать через сальник первичного вала но будет течь по стыку принципе здесь есть испарина но как таковой течи здесь глобальной нету и здесь все сухо вот теперь остается вопрос что было здесь и почему здесь его нет ладно для начала зальем масло и дальше будем посмотреть что у нас тут есть открутил зеленую пробку а здесь вот такой тоже ежик со стружки и какое-то густое густое как литол что-то такое в общем сейчас уже взяли масло сейчас зальем его туда и проедемся посмотрим уйдет ли шум и уйдет ли вот этот дефект когда автомобиль у нас глохнет залили масло сейчас проедемся послушаем ушел шум или нет так в общем шум чуть-чуть стал тише но полностью не ушел но сейчас проедемся посмотрим будет ли дефект проявляться когда автомобиль плохо да здесь редуктор конечно либо ремонт либо под замену вот так вот можно иногда влипнуть купив автомобиль с аукциона америке абсолютно без масла в редукторе так сожалению у нас дефект проявился вернее не к сожалению это принципе ожидаемо было потому что здесь нет никакого контроля за наличием масла в редукторе но просто какой-то автомобиль или одно и второе сейчас будем дальше разбираться что здесь есть судя по состоянию подкапотного пространства как здесь все вымото красиво чисто и есть окислы то думаю что здесь первоначально была проблема с редуктором и потом когда выставляли машину на аукцион промыли подкапотку и возможно где-то у нас попала водичка есть окислы и из-за этого у нас такая проблема и машина периодически глохнет потому что это по сути неисправность какая-то где-то пропадает сигнал пропадает сигнал на какое-то время машина выпадает в аварию и достаточно либо стереть ошибки либо же снять клемму аккумулятора автомобиль опять едет и вот теперь хотелось бы найти где у нас эти окислы при нигде у нас могла попасть вода и где она пропадает какой из части проводки все-таки мойка двигателя это конечно хорошо красиво но могут доставлять большие неприятности в общем буду тогда проверять так но сейчас разберем этот редуктор и посмотрим чё же так сильно шумит развалились подшипники здесь или что вообще с ним произошло разберем и дальше будем думать что с ним делать хочу показать как здесь на nissan реализовано чтобы не изнашивались подшипники электроэрозией стоит вот такая вот щетка которая снимает потенциал с вала и замыкает его на массу за счет этого хороший контакт с массой и поэтому подшипники из строя не выходит и можно в принципе ставить все остальные подшипники и это будет безболезненно для вала для обоим и для самих шариков вот так вот вышел из положения nissan tesla tesla нет вскрыл редуктор конечно вонь здесь ужасная масло сильно перегрелась стружка но по шестеренкам не видно чтобы они были перегреты чтобы что-то с ними произошло слышно что подшипники накрылись люфт подшипника в общем возможно закончится заменой подшипников поменять подшипники отрегулировать подшипник дифференциала он конический а здесь обычные шариковые однорядная поэтому их даже не надо регулировать в общем будем ждать решение владельца что он захочет сделать менять редуктор или менять подшипники поменяли редуктор шум ушел и вместе с шумом ушел дефект что автомобиль у нас глох непонятно с чем это было связано либо при снятие редуктора что-то пошевели какой-то разъем и этот дефект прошел либо что-то другое но в общем факт остается фактом что дефект у нас не проявляется если тогда этот дефект проявлялся на холодную машина нормально себя чувствовала выезжаешь несколько раз резко наваливаешься автомобиль принципе прогревался но электроника прогревалась инвертор прогревался и потом этот дефект регулярно проявлялся то есть при резком разгоне либо при торможении либо просто накатом катишься то есть это абсолютно рандомно было не было никакой закономерности но это было через какое-то время второй третий раз этот дефект проявлялся а и дефект не пропадал при выключении зажигания включения зажигания ничего не менялось необходимо было откручивать клемму и только после снятия клеммы автомобиль опять запускался опять ехал при этом достаточно было чуть-чуть проехаться и опять автомобиль упадал в этот аварийный режим и опять необходимо было снимать клемму то сейчас уже сколько катаемся на ней этот дефект не проявляется абсолютно вот что могло произойти остается загадкой также загадкой остается куда могло деться масло с редуктора которого там было грамм 50 максимум не исключено что что-то делалось масло слилось с вернее сливали масло с редуктора после чего проводились какие-то работы масло залили не залили но течей с редуктора абсолютно никаких не было в общем не буду высказать своих предположений я думаю что это в любом случае будет гадание на кофейной гуще потому как но абсолютно нет никаких исходных с которых можно было делать какую-то аналитику в общем вот такой вот был ремонт если вам нравится подписывайтесь на канал ставьте колокольчик я думаю будет много интересного кстати это на этой неделе неделя была богата этими ситуациями такими интересными было tesla model x с дефектом помпы ну в общем не буду сейчас рассказывать ничего посмотрите это все видео если конечно поставите колокольчики не пропустите до скорых встреч всем пока и мирного неба на головой всем удачи